МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учёным удалось спасти от разрушения знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик». После проведённого рентген-анализа микрочастиц пигмента специалисты выяснили, что именно влажность уничтожает жёлтую краску, а не тот яркий свет, от которого бережно укрывали картину ранее. Но сколько мировых шедевров было потеряно из-за неправильного хранения? Как современные учёные противостоят губительному для произведения искусства влиянию воздуха и света? Смотрите прямо сейчас. Хирургическая точность и коллективный подход. Сколько мнений нужно учесть при восстановлении шедевра? Хранителей, искусствоведов, так же, как консилиум врачей в медицине. Болезни великих полотен, несовместимые с жизнью. Осторожно, Крик. На поверхности картин находятся миллионы различных микроорганизмов. Неизящный плесень на изящном искусстве. Как помочь редкому экспонату занять своё законное место на музейной полке? Цель наша найти антисептические вещества, чтобы понять, как обработать области заражения. То, что картина Тициана «Се человек» заняла достойное место в постоянной экспозиции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, можно считать настоящим чудом. Чудом современных технологий. Судьба этой картины больше напоминает остросюжетный триллер, счастливый финал которого поначалу не верили даже специалисты. Шедевр украли из Государственного музея изящных искусств в 1927 году вместе с другими картинами. Похитители варварски вырезали фрагмент полотна, которому на тот момент было больше 350 лет. Заклеили бумагой, поместили в железный бак и закопали в землю. Спустя четыре года Тициана все-таки нашли. Правда, в ужасном состоянии. Да, это слева мы видим изображение картины до начала реставрации 2016 года. С чего началась реставрация? То есть, я так понимаю, что собрали научный консилиум, чтобы понять методы, которые нужно будет применять для реставрации? Конечно, был собран реставрационный совет, и необходимо было принять решение, именно связанное со спасением произведения. Картину соединили вместе с краями, наклеили на новый холст. Там, где краска была утрачена, туда подвели реставрационный грунт белый, то, что мы видим на фотографии слева. В 30-х годах реставраторы сделали все, что от них зависело. Как сейчас говорят специалисты, именно тогда картину спасли. Но только благодаря современным технологиям, спустя почти век, произведения Тициана вернули публике. Как только мы стали работать с белым грунтом, вот реставрационным, который в 30-е годы нанесли на произведение, чтобы защитить красочный слой, когда мы стали его размывать, расчищать, стало понятно, что под этим белым слоем реставрационного грунта авторской живописи гораздо больше, чем мы видим глазом. Исследования работы в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах привели к еще одному открытию. В нижних снах краски реставраторы обнаружили мужской портрет. Я знаю, что было множество открытий в процессе работы над картиной Тициана сочеловек. Но вот одно из самых важных открытий было сделано именно здесь, при рентгенографии. Это так? Когда сделали, сшили рентген, как мы говорим, состыковали рентгенограммы, тоже долго смотрели и никак не могли понять вот это белое пятно, объяснить. И случайно вот перевернули рентгенограмму, и сложился вот этот мужской портрет. Потом выяснилось, что вот эти складки ткани, под ними находится рукав. Ясно было, что вот эта рука, а вот это эфес шпаги. И было понятно в процессе, что вот эта нижняя часть холста продолжалась, была срезана. Мировым шедевром ноги относятся так, как будто они живые, веками пытаясь разгадать тайны их создания. Но насколько на самом деле живы старинные полотна, ответит только научная экспертиза. Микробиологи научились создавать картины с помощью бактерий и грибов. Кто-то делает портреты мировых лидеров, кто-то копирует произведения великих мастеров эпохи Ренессанса. Арт-объекты, выращенные в чашках в Петре, уже выставляются на мировых выставках. Но все-таки по большей части микроорганизмы вредят произведениям искусства, попросту пожирая их, причем с большим аппетитом. Как не дать грибам съесть шедевр, знают ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной основы биотехнологии. Они изучили пробы, отобранные с экспонатов и залов живописи Древней Руси Третьяковской галереи, обнаружили там целый ряд губительных для старинных икон микроорганизмов. И главное, нашли оптимальный антисептик, который может их обезвредить. У нас изначально были отобраны микробиологические пробы с экспонатов и залов. И на их основе сделали культуры микроорганизмов. Мы увидели разнообразие, примерно 300 грибов и около 700 бактерий в залах живописи Древней Руси. Специально для исследовательских работ были изготовлены 20 темперных макетов. Их создали специалисты Третьяковской галереи. Изначально на них были представлены образцы органических материалов, которые используются в темперной живописи. Например, основные типы красок, а также лаки и клей. И только после того, как были выделены доминантные представители микроорганизмов, способных к биодеструкции, ученые начали искать эффективные антисептики. Для этого мы в сотрудничестве с четырьмя лабораториями, две из ФИЦ биотехнологии РАН и две из Института молекулярной биологии РАН имени Ингельгарта стали использовать реактивы четырёх основных классов. Одни были связаны с ингибированием метаболизма аминокислот, другие были аналоги нуклеозидов, также были производные углеводы хитина, и кроме того, были вещества ароматического класса. Вот эти четыре группы различных препаратов мы изначально применили против основных грибов-деструкторов на стандартных микробиологических средах. Один из четырёх наиболее эффективных препаратов уже применили для обработки двух поражённых микроорганизмами икон из Фонда хранения Государственной Третьяковской галереи. Получившийся антисептик широкого спектра действия можно использовать для превентивной защиты произведения искусства. Проведём эксперимент. Это икона 19 века. Любимое блюдо микроорганизмов. Дарья, вот у меня здесь семейная реликвия. Это действительно очень ценная икона. Она до революционного времени принадлежала моей бабушке. Вот можно ли прианализировать, какие здесь микроорганизмы, грибы, чтобы понять, что в дальнейшем с ней делать? Да, конечно. Мы можем взять пробы микробиологические и продемонстрировать сейчас вот в ламинарном шкафу. Давайте. Итак, мы отберём несколько проб с лицевой стороны, с тыльной стороны, с торцов, с оклада и с самой темперной живописи. Максимум Рекаври Дилюэнд – это раствор, состоящий из пептона и натрий хлор. И что этот раствор делает? Он максимально сохраняет микроорганизмы до момента их высева на питательную среду. Дарья Авданина по первой специальности инженер-биотехнолог. Окончила Московский государственный университет пищевых производств. Сейчас Дарья участвует в гранде Российского фонда фундаментальных исследований. Теперь волнительный момент. Как вы будете отбирать образцы, не повредить ли саму икону? Давайте я вам уже ассистировать, да, поэтому тоже на всякий случай обработаюсь. Итак, мы используем ватную палочку стерильную. Берём пробу с лицевой стороны. Допустим, мы берём губы. Вот примерно такая площадь захватывается. Сухая палочка. Я могу вас, как ассистента, попросить подержать эту микропробирку? Я возьму ножницы, предварительно я их прожариваю, таким образом стерилизую. И мы отрезаем кончик, помещаем в МРД раствор. Чтобы они сохранились, да, до нашего переноса? Да, часа четыре они спокойно сохранятся. И подписываем пробу. Можно я прошу вас, как ассистента, сфотографировать? Давайте. То есть это была проба номер один. Я вот здесь подписываю. Один. Эта проба будет относиться к месту на лице. Вот рядом с губами. После того, как специалисты отобрали пробы, необходимо определить генетическое разнообразие микроорганизмов. Для этого из них выделяют ДНК, с которой сначала проводят полимеразную цепную реакцию. Итак, посмотрите, здесь есть маленькие полоски. Это фрагменты, которые получены уже с геномной ДНК. Но там существуют определенные филогенетически значимые районы, участки, по которым можно определить, что это за микроорганизмы. Сейчас они разного размера, видимого глазом, потому что это участки грибных ITS-районов, по которым можно дальше определить. Но это только первый этап. После этого мы извлекаем эти фрагменты ПЦР-ные и проводим секвенирование. То есть, чтобы понять, что действительно вот этот гриб присутствует в образце, да? Понять для того, чтобы какой это гриб. Более того, из отдельных проб, которые мы брали, мы выделяем всю ДНК из различных микроорганизмов. Это называется метагеномная ДНК. И таким образом нам нужно сделать метагеномное секвенирование, то есть надгеномное, которое определяет генетическое разнообразие всех микроорганизмов, которые находятся в пробе. Но есть и полезные для произведения искусства бактерии. Все как у людей. Какие-то бактерии способствуют росту заболевания, а какие-то очищают. Недавно итальянские ученые открыли бациллы, которые пожирают себе подобных. Они уничтожают плесень со стен старинных зданий, при этом не повреждая фрески и живопись, создавая новый микробиом. Такой метод микробной реставрации уже снискал свое одобрение при восстановлении одной древней итальянской базилики. А вообще, влияет ли на истиме этой работы реставрация? То есть, с одной стороны, мы понимаем, что если работе уже несколько сот лет, то реставрации ей не избежать. С другой стороны, это все равно вмешательство в первоначальную идею картины. Это уже другая рука. Реставрация, безусловно, к сожалению, влияет на оценку. И если говорить о старых мастерах, то она меньше влияет на оценку. Все понимают, что работа живет 500 или 300 лет, и неизбежно ее пытались сохранить, пытались укрепить лакокрасочный слой. Сейчас появились технологии, которые позволяют исправить старую реставрацию. Вот что ценно. Сейчас есть возможность отреставрировать старого мастера и зафиксировать, по сути, навсегда. Есть ли какой-то процент, после которого уже работа не подлежит реставрации? То есть, как-то четко определены границы, что если она разрушилась выше какого-то процента, ну, значит, все, работы уже нет. Если работа зареставрирована больше, чем на 70%, она уже, в общем... Неоригинальная работа. Она, да, она с таким большим количеством мешков. Ее купят, ее, наверное, кто-то с удовольствием приобретет, но она, конечно, не будет стоить как работа этого же периода и похожего качества, но с меньшей реставрацией. Но если шедевр все-таки восстановить, то жить он будет, в отличие от человека, века и даже тысячелетия. Это была программа «Наука». Я Наталья Попова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова